Актёр Дживан Кумар сыграл бесчисленное количество ролей за свою плодотворную карьеру и никогда не переставал развиваться в своём ремесле. Он более 60 раз появился в роли мудреца Нарада Муни в мифологических фильмах разных лет, а также был одним из самых знаковых злодеев хинди-кино. Его настоящее имя – Омкар Натх Тхар. Он родился в семье кашмирских пандитов в Шринагаре 24 октября 1915 года. Отец мальчика был губернатором Гелгита, ныне кашмир, оккупированный Пакистаном. У Дживана было 22 брата и одна сестра. При этом 20 братьев родных и два брата от второй жены отца. Друзья, вы можете себе представить 24 детей в одном доме. Благо, семья была обеспеченная. Но родная мать Дживана умерла во время родов, а отец умер, когда ему было всего 3 года. Воспитывали мальчика бабушка и дедушка. Дед, кстати, тоже был губернатором и семья считалась дворянской. Как признается актер, детство у него было несчастным. В доме постоянно творился хаос, и он побыстрее мечтал сбежать оттуда. А еще с самого детства лилел мечту стать фотографом. Во время каникул в колледже Дживан приехал в Бомбей, чтобы научиться ремеслу фотографий и открыть в Кашмире свою фотостудию. Однако судьба приготовила для молодого человека другой путь. Его брат был знаком со знаменитым лириком и через него устроил Дживана на работу в киностудии в Бомбее. Кумару было поручено наклеить кусочки серебряной бумаги на куски дерева, чтобы сделать импровизированные светоотражатели, за что на съемках он получил прозвище «Мальчик-рефлектор». По счастливой случайности он попался на глаза режиссеру, которому не хватало одного актера для важной сцены. Режиссер попросил его прочитать несколько строк. Поразившись его неподражаемыми манерами, режиссер предложил Кумару свою первую роль в фильме 1935 года «Модная Индия». Именно отличительная манера игры стала изюминкой Дживана. Еще будучи новичком, он уже работал вместе с ведущими звездами того времени. Он не боялся экспериментировать и стал частью многих популярных фильмов на хинди. Его сын Киран Кумар, который тоже стал актером, с любовью вспоминает манеру игры отца. «Мой папа был настоящим законодателем стиля. Он своеобразно подходил к своим ролям и всегда применял какие-нибудь жесты. Я никогда не копировал эти манеры, но многие его коллеги копировали. Сейчас у них все хорошо благодаря моему отцу», – сказал он в интервью 2016 года. За свою долгую и плодотворную карьеру Дживан сыграл бесчисленное количество злодеев, иногда стильных, как Роберт в блокбастере 1977 года, Амар Акбар Энтони. Иногда пафосных, как Каледас в законе. Иногда развратных, как в фильме 1948 года «Праздник» с Дилипом Кумаром. Иногда коварных, как Сад Пал Вир в «Вечной сказке любви». А иногда и с комедийным оттенком, как в «Трех грабителях» 1973 года с Винодом Мехрой. У Дживана и его супруги Киран было четверо детей. Два сына – Киран Кумар и Пхушан Дживан, и две дочери – Никки и Рикки. Дживан оставил позади наследие невероятно долгой карьеры, охватывающей почти полвека. 7 июня 1987 года он впал в кому, из которой так и не вышел. 10 июня его не стало. Актеру было 71. На сегодня все. С вами была Мила. До новых встреч!